так продолжаем дальше да мы сделали лицо вот она у нас высохла я думаю нам больше ничего не надо пока к нему делать губы у нас такие сочные свежие получились мягкий да контур мягкий поэтому ты смягчишь этот контур подбородок у нас остался линий и небольшой вот этой тенью вот теперь мы сделаем плеч изгиб и руки все те же цвета все те же цвета 414 407 немного гленбера можно какой-нибудь оттенок серого цвета и так здесь мы с тобой тени уже проложили у нас обязательно будет тень у нас тобой обязательно будет тень вот в этом месте от груди да вот что будет падать тень у нас тобой тень будет обязательно в подмышке у нас тобой тень вы слегка вот туда подчеркивать плечо да у нас того здесь будете маленькая складки вот так слегка по контуру вот проходить поэтому все тени я сделаю телесного цвета я их предпочту сделать до того как нанесу основной цвет то есть 414 с тобой основной поэтому я 407 наношу тень и так сначала самые темных местах да вот я даже могу посмотри как мы все равно будем ее вводить потом каким-нибудь коричневым цветом поэтому я вот тут тень вот эту вот под грудью обведу начнется на нас вот отсюда где-нибудь да вот туда вот так вот уходить и мы так и закончим рисунок уходящий вниз тенью мы ничего там вот уходящая внести теперь можно сделать тень и потереть чуть-чуть блендером сразу вот здесь по контуру руки мы так делаем потому что у нас плечо все равно загиба сгибается да как там там повторять какой-то изгиб его поэтому мы проходим вот так вот поэтому изгибу тоненько да и по нему там проходит какая-то тень небольшая вот здесь эту тень мы чуть потом потемнее делаем вот она вот такая и теперь чтобы этот день не было такой жесткой я вот тут вот ее сразу пройдусь по ней блендером чтобы она стала пла она и так потом станет плавнее еще от плеча до но и вот эту тень вот чтобы она стала плавной пока это высыхает мы переходим вот в это место опять 407 все это у нас 407 мы тень иди мы опять с тобой идем сюда здесь мы накладываем тень вот здесь под рукой вот это место и и посмотри как мы его прокладываем вот так это немножко да вот так вот рука то не загибается мы загибаем и вот так вот проходим вниз по руке прям чуть-чуть еле заметно здесь тень мы положим дважды первый слой мы наложим аккуратно его сейчас подотрём потом мы возьмем второй слой утемним вот эту часть теперь мы проходим все блендером смещаем ее вот эту часть тени только вот эту часть вот она подсохла да нам нужно чтобы она высыхала после работы с блендером чтобы блендер не оставался на бумаге и не повлиял на следующее нанесение я проведу эксперимент каком-нибудь вместе отдельно я хочу посмотреть мне не очень понравилась тень такого оттенка поэтому я нанесу немножко вот этой тени вот она такая да она удобно мне очень нравится как она получилась я боюсь прям этим цветом нанесла и мне кажется я по этой части руки ошиблась цветом не попался другой поэтому я вот тут сейчас поправлю я вещь только по контуру тени прохожу вот так вот я потом пройдусь еще раз в этой тени не тот цвет попался но это не страшно это пример того что можно исправить любую ошибку я обратно так вот возвращаю грудь сразу подчеркнул да мы даже нам не надо будет особо потом раскрашивать белое это платье серно это мы можем его и так оставить у нас уже проявляется объем то есть если мы соблюдаем всегда хорошо тени и работаем с тенями соблюдая их мягкость или жесткость тени бывают разные я тебе вчера уже говорила об этом по контуру этого плеча здесь будет проходить блик поэтому мы когда будем класть наш основной цвет мы сначала пройдем мимо этого цвета и пройдемся аккуратно блендером что получится такая часть и только потом пройдемся второй раз цветом но только в тех местах теперь мы берем 414 и 407 407 мы вот здесь вот это место утемняем вот только вот это место мы его темнеем и утемнеем его вот здесь вот мы не утемнеем его там совсем к спине да там рефлекс вот он утемнилось чуть-чуть вот мы опять говорим о человеческих тенях да они должны быть мягкие вот видишь как вырисовался побольше подмышка теперь мы 414 прокладываем первый слой тени мы подчеркнем вот этот скульптурность плеча вот так вот и уход в руку вот лишь как постараемся да если боишься то значит не подчеркиваем вот подчеркнули и по этой части вот сюда вот так вот мы сейчас и будем класть цвет маркера 414 подчеркнули скульптурность ну вот он до самого конца эту скульптурность мы сейчас слегка начинаем теперь обрабатывать по краю пока еще у нас сырая и вот этот уход блендером ну чтобы края были и четкие и тоже время растекались это первый цвет мы вспоминаем сразу что как только мы положим сюда полностью будем закрашивать руку у нас это станет темнее чем все остальное если ты увидела что вот эта тень стала более светлой ты пока 414 еще не высох можешь пройтись еще раз этим цветом вот здесь вот потом по краешку мы положим белый цвет это конечно сделать блендером будет очень сложно будет больше чем нужно высветляться мы попробовать попробуем это своего рода рефлекс но вот нарисовали легкую скульптурность плеча то же самое 414 мы делаем с левой стороны с этой тоже сначала кисточкой ты слегка от прорабатываешь вот это место давай посмотрим как здесь будет идти плечо да здесь на закону более квадратное соответственно вот здесь у нас вот так вот она будет идти и вот и вся вот эта нижняя частью на вся вся вот до сюда практически до где-то вот так вот ее можно быстро закрыть всю 414 поэтому мы аккуратно вот так вот доходя доходя до почти до края руки можно писем идем в краешку какого-то цвета да есть у нас нету друг кисточки мы ставим до лото на ребро должны вот так все таки больше давай то стоим на ребро и закрываем заходя в тень вот так вот руку вот это смягчить вот этот край вот сюда мы заходим аккуратненько блендером ну и конечно обязательно даем хорошо подсохнуть чтобы не было четких границ датирая до такого состояния что то есть виде что есть это маленькая четкая граница 3 вот уже даже сейчас если ты дальше не раскрасишь руку уже есть вот этот скульптурность здесь рука высохла мы вспоминаем что вот эта часть у нас в свете там либо ты проходишься блендером осветляешь закрасив всю руку либо не закрашиваешь оставляешь белый оттенок и проходишься смягчением да ну вот я попробую закрасить уроку и пройти смягчением и так я пойду вот отсюда если тебе кажется что ты не можешь справиться с тонкой линии то ты можешь вот так вот ее проложить кисточкой так как мы всю руку закрываем мы идем сначала в подмышечку и потом чтобы не было здесь эти правоту скульптурность эту рисую вот эта линия тени и дальше мы скульптуру закрываем в один слой практически дамка стараемся ровненько чтобы легла красочка вот так вот руку тут же хватаем блендер лучше наверное страны кисточки и аккуратненько вот эти вот места прям вот хорошо хорошо проходимся я бы вот тут вот прям такую черточку поставила красивую вот так вот и возможно пока еще блендер сырой я прошлась бы по контуру вот здесь идут тени ушечки и еще раз прошлась бы блендером вот она получилась на такого-то скульптурированная рука и теперь вот здесь вот я прорисую вот так вот маленький блик который про вот так у нас будет светиться вот он на плите да это самое светлое место вот он я аккуратненько вот здесь вот все 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 закрашиваю так как я начала закрашивать я сначала закрашиваю все чтобы у меня не было неровности в затеканиях здесь я провела линию горизонтально или вертикально то я стараюсь соблюдать структуру нанесения горизонтально или вертикально потому что в таком случае в одну сторону у меня будет растекаться краска под маркером иначе у меня не будет необычных затеков и вот эту часть я начинаю аккуратненько и вот этот низ можно тут немножко так вот до подкрасить блендером ну и конечно же здесь вот аккуратненько так если что-то потом нам не будет нравиться в наших руках мы всегда сможем взять либо карандашик телесного цвета либо еще что-то и под работать тело готово вот он у нас тело она у нас тобой готова